МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы подтвердили не так давно доступность интернета в нашей стране, присылая свои мобильные репортажи на наш конкурс на связи. Мы просили вас присылать нам видео о том, что происходит в вашем городе, в вашем регионе, в вашем поселке, в вашей деревне. И огромное количество репортажей пришло к нам. Мы к этому вернемся чуть позже. Но вот знаете что, в некоторых странах, в частности в Африке, месячное пользование интернетом обойдется вам примерно в 2500 долларов. Это очень много, там он реально на вес золота. У нас же дела обстоят намного лучше, и уже сегодня мы узнаем победителя нашего конкурса, нашего интерактива на связи. И он получит от нас уже в конце сегодняшнего эфира вот этот вот крутой современный смартфон. Я лично в предвкушении этой борьбы, но всему свое время и место. А пока смотрите, что еще ждет вас сегодня в нашем эфире. Сегодня в программе. Заглянем в будущее наших подписчиков и расскажем, как стать астрологом. А в финале программы кульминация борьбы за новый смартфон. В прямом эфире посмотрим репортажи финалистов и выберем автора лучшего видео. Кто станет счастливчиком, узнаем совсем скоро. Это пин-код. Смотри, не пропусти. Ну что ж, ребята, месяц вы боролись за звание лучшего мобильного репортера проекта Пин-код и параллельно за возможность получить вот этот вот. Я вам еще раз его покажу. Он сегодня ко мне очень подходит. Крутой смартфон от сети салонов на связи. К нам пришло большое количество ваших репортажей, но сегодня нам все-таки нужно выбрать того одного единственного счастливчика, обладателя этого крутого смартфона. Кто же будет выбирать его? Ну, тот, кого выбрали вы. Это победители нашего интеллектуально-развлекательного баттла «Не учи ученого». Они уже появились в нашей студии. Здравствуйте. Итак, у нас есть команда школьников. Ее представляют у нас сегодня Катя Лашкина, Валерия Гелевская и Саша Вайзера. Ребята, здравствуйте. Ну и также победители от команды ученых Владимир Гриб и Иван Жолнирович. Вот они наши сегодняшние судьи, люди, от которых зависит имя победителя нашего сегодняшнего интерактива, вернее, интерактива наших последних пары месяцев. Вы уже просмотрели наши ролики, знакомились с ними? Да. Ознакомились. Со всеми? Да. Да. И я знаю, что вы выбрали уже девять финалистов. Правильно все говорю? Да. Путем тайного голосования. Все-таки девять человек набрало большее количество голосов. Ну что же, нам теперь нужно всех финалистов отсмотреть, прокомментировать и выбрать того одного единственного. Готовы? Да. Тогда я предлагаю сразу смотреть первый видеорепортаж. Привет, Пинкот. На связи город Баранович. В данном репортаже я расскажу и покажу, как здесь подготовились к празднованию Нового года 2020, а также передам всю атмосферу зимнего праздника. Улицы города стали наряжать еще с начала декабря. Повсюду появилась атмосфера рождественских и новогодних праздников. В воздухе запахло чудом. Прощенная иллюминация преобразила город, и у каждого жителя создалось впечатление, что он попал в настоящую сказку. Неотъемлемой частью Нового года, конечно же, является елка. По традиции она размещена в центре города. Красивая, не правда ли? А всего в городе установлено несколько десятков елок, каждая из которых имеет свои особенности. Главная улица города ярко светится от изобилия подвесных гирлянд. Именно с помощью них была создана гигантская иллюминация белорусского флага. Патриотично вышла. Кроме того, на время новогодних праздников для жителей города открылось множество фотозонных, украшенных парков и аллей. За последние годы такого масштаба я точно не припомню. Поэтому хочется заметить, что с каждым годом баранучи становятся все более стильными и модными. В заключении хочу поздравить каждого с наступившими в 2020 году. Пожелать счастья, здоровья и успехов. Знаете, кто меня всегда интересует больше всего? Те люди, которые делают пометки во время выступления, номера, либо песни, либо видео. Итак, я видела, что Катя и Иван делали пометки. Что же вы написали касательно этого видеоролика, Катюш? Мне кажется, что Клеб отлично справился с заданием. И ты это записала? Да. Чтобы не забыть. Иван, что написали вы? Примерно то же самое, что парень очень хорошо продумал текст, подобрал под картинку и, в принципе, очень неплохо подал свой материал. Были ли замечены минусы кем-нибудь из членов жюри? Возможно, вертикальная съемка – это всегда очень… Это ты просто молодец. Вот я это тоже всегда вижу. Меня учат уже давно мои коллеги, с кем я работаю, о том, что телефон нужно держать как… Горизонтально. Горизонтально, и тогда не будет вот этих вот прыжков. Вот Лера смотрит сразу вот как видеооператор, как видеоинженер. Ей вот мешает тот факт, что картинка скачет. Еще какие-то минусы были заметны? Ничего нет. Молодого человека. Строго. Если это первый раз у него было. Ну, это такое, знаете, самое основное, то, что я думаю, современные подростки, ну, я тоже знаю, то, что самые красивые кадры выходят в горизонтальном положении. Лера, а ты видео снимаешь вообще на телефон? Ну, ты допустишь их? Я веду школьный блог, там у нас фото, видео, там все в кучу. А, то есть вот оттуда ты знаешь, что нужно снимать все всегда горизонтально. Еще какие-то замечания есть по первому видео? Ну, нет. Нет? Ну, давайте тогда смотрим видео второго участника и готовимся его обсуждать. Привет, Бенкот. Старые дороги на связи. Добрый день. В эфире новости. И сегодня я расскажу о том, что произошло в Беларуси на этой неделе. Итак, начнем. Старая дорога прошло шествие Дедов Порозов и Снегурочек. Подробности узнавал наш корреспондент Катя Тихон. Катя, тебе слово. Шествие Дедов Порозов в Старых Дорогах – это, конечно же, традиция. И с каждым годом участников все больше. Значит, больше не только веселья, но и ответственности. Дед Мороз поделился, когда рядом такая группа поддержки. Точно знаешь, и огни на елке обязательно зажгутся. Настало время раздавать подарки. Каждый желающий может подойти к любому из Дедов Морозов. Просто рассказать стишок, либо сказку. Станцевать танец, либо спеть песню. И взамен получить сладкий подарок. Расскажи свои впечатления о шествии Дедов Морозов. Там было очень весело и круто. Мне очень понравилось. Сегодня даже взрослые поверили в сказку. А как известно, сказка смещается только с теми, кто верит. Так весело и по-новогоднему. Отпраздновали Новый год в Старых Дорогах. Студия, вам слово. Спасибо, Катя. Это было очень интересно. На этом наши новости подходят к концу. Следующий выпуск ждите в 19.00. До скорого. На самом деле, из-за вот этой концовки, это лично мой фаворит. Но вам слово, члены жюри. Очень интересно. Ну, как по мне, одно из самых креативных видео. Да? Из-за чего? Что тебе именно понравилось? Ну, что-то такое интересное. Они так обыграли мне просто. Показали свой город, что-то. Рассказали, а вот именно как-то постановка какая-то. Ну, очень интересная. Ну, пожалуй, да, соглашусь. Ну, вообще, очень креативная идея формата новостей. Вот. Также был хорошо поставлен текст. Вот. Ребята, ну, не сильно волновались. Все хорошо рассказывали. И мне кажется, еще один плюс был то, что кадры менялись, и это не мозолило глаза. Так, я смотрю, у нас еще один видеоинженер появился в команде членов жюри. И, Владимир, как вам этот репортаж? Понравился? Да, искренне. Искренне. Да, это прям чувствуется. Эмоции чувствовали с конца. Искренне у нас нет снега. Но горожане города Гродно все равно стараются украшать город. Видите, как красиво? Гирлянды, шарики новогодние. Это мои сестренки. У нас даже елка растет на крыше. Посмотрите просто. С Новым годом! Ура! Так, а можно, чтобы мне тоже снег пошел? А вот нет, у меня таких спецэффектов нет. Как, друзья, вам? Катюш, как тебе? Очень креативно, менялся план. И салютик к концу просто феорично. Как ты думаешь, сколько дублей было? Мы просто недавно снимали тоже выпуск, где у нас должен был быть салют и фейерверк. У нас было много дублей. Как ты думаешь, сколько здесь? Тысяча. Тысяча, думаешь? Тысяча салютов было использовано. Вот это да. Но я думаю, что все-таки поменьше. Друзья, еще какие-то комментарии по этому видеоролику? Ну, извините, пожалуйста. Если говорить объективно, честно говоря, по моему мнению, этот ролик был немножко хуже, чем два предыдущих, потому что тут прослеживался немножко неподготовленный текст по сравнению с предыдущими. И немного менялись темы резко. Вот она, критика. Критика на самом деле это замечательно. Иван, что вы хотели сказать? Тоже покритиковать или похвалить? На самом деле, наоборот, похвалить, потому что парень собрал, скажем так, то, что ему очень понравилось в городе. И самое главное то, что, скажем так, вызывает неподдельный интерес. Банальное метро, которое он, я думаю, очень хотел увидеть в своем городе. Пока что это просто некий клуб, но все же это задел на будущее. Да, мне тоже понравилось. Вот с точки зрения текста вот эта работа мне понравилась. Но замечания мы тоже принимаем к светению. Готовы смотреть следующий сюжет? Да. Четвертый. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Пчелы обладают большинство культурных растений, которые потребляют в пищу человека. Это яблоки, груши, авокадо и многое другое. Натуральной одежде мы тоже обязаны им. Они обладают хлопок, из которого мы и делаем любимые джинсы и футболки. В производстве мяса и молока мы тоже обязаны им. Они обладают клейм и люцерну, которые обожают коровы. Если пчелы исчезнут, человеку самому придется забираться на яблони и специальными кисточками опылять их. Я тоже хочу поставить пасеку на крыше своего 14-этажного дома. Поэтому согласен с товарищем. Надеюсь, они не будут против. Пока, Финкот. Мне кажется, Владимир нас так оживил своим звонким голосом. И меня в этом случае напугал, что мне придется залазить на яблоню и кисточкой опылять деревья. Владимир, как вам? Ну, очень молодой. Очень? Человек очень харизматический, да. Вот, ему прямая дорога в репортеры. Вот я тоже хочу сказать, это будущий телеведущий, мне кажется. Он, да, у меня все вести в кадре. Да. Информативно. Говорил все по делу. Да, мне тоже показалось, что есть над чем задуматься в словах Владимира. Катюш, как тебе? Прикольно. Я много узнала о пчелах, что они опыляют цветы. Ты не знала? Нет. Ага, ты думала тоже, все-таки люди залазят и кисточкой их попыляют. Иван, как вам данный репортаж? Очень экспрессивный парень, действительно, заражают просто позитивом. И, кстати, если честно, он обращает внимание на достаточно большую проблему, потому что с пчелами у нас проблемы. А, да, все-таки да. Все-таки есть, они вымирают. Но, если даже на крыше 14-этажного дома можно будет построить пасеку, это будет очень интересно. И я бы на своем 12-этажном тоже, если честно, построил. Главное, спросите у жильцов верхних этажей. Да, это обязательно. Не будут ли они возражать. Да. Что же, у нас есть последний сюжет, который нам нужно отсмотреть. Вот, давайте к нему и перейдем. Привет, пин-код. На связи. Сейчас мы находимся в столбцах. Этот мобильный репортаж я хочу посвятить моей тете, которой 14 лет. И она уже стала автором иллюстрации к одной книге. Милана, расскажи, какая книга. Это детская книга, которая рассказывает о исчезающих деревнях Беларуси. И, возможно, она поможет сохранить эти исчезающие деревни. Как называется эта книга? Эта книга называется «Бабулины шкурки». Кто ее автор? Татьяна Калинина. Какая идея заложена в твоем рисунке? Идея была взята из сюжета книги, чтобы наглядно показать, о чем будет это произведение. А если я выиграю телефон, я подарю его своей прабабушке, которая живет в деревне Заянная, чтобы быть всегда с ней на связи. Вот такой вот прием использован в конце. Рассказать, зачем нужен этот мобильный телефон. Друзья, ну как вам последний наш претендент на победу? Очень мило. Мило. Еще что, скажем, по поводу этого ролика? Ну, чуть не совпадает теме репортажа. Да, все-таки у тебя есть замечания. Какие? Ну, нет сюжета про населенный пункт, да? Да, она рассказывала больше про книгу, чем про город. А кто-нибудь будет защищать нашу последнюю участницу? Да, если можно, я попробую. Вот если мы уже говорим о профессиях наших юных людей, которые присылают, то вот мне кажется, здесь составитель промо-роликов. То есть она действительно, я думаю, продаст эту книгу, она про нее расскажет и получит, собственно, какой-то профит из этого. Да, всплывающие окошки меня тоже очень привлекали. И значит, я так понимаю, что вам есть что обсудить и есть над чем поспорить. Я уверена, что споры у вас будут жаркие, поэтому мы вас пока оставим. Вы этим всем сейчас займетесь и появитесь у нас уже в финале нашей программы, чтобы объявить имя победителя. Ну, а пока мне хотелось бы вот порассуждать на какую тему. Может ли астрология предсказать, кто же победит в нашем сегодняшнем баттле? Я вот не знаю, но знаю, кто знает. Точно знает Жан Сенкевич, он пошел разбираться в тонкостях этого дела и сейчас нам все покажет. Итак, для того, чтобы понимать, о чем будет идти речь в ближайшие пару минут, нужно разобраться. Что же такое астрология? Обратимся к гуглу. Астрология. Группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека. О, и еще много бла-бла-бла. В общем, непонятный текст. Простыми словами, что такое астрология? Астрология – это наука, которая рассматривает влияние звезд, планет на жизнь человека. Основной инструмент астрологии – это наш космический паспорт. Космический паспорт? Ну, наверное, он выглядит как-нибудь вот так. Хотя нет, вот так. То есть положение планет в момент нашего рождения над той точкой, где мы родились. И то, куда попали планеты, в какой знак зодиака, какие вокруг каждой планеты были соседи – все это имеет большое значение, все это трактуется и интерпретируется. Поэтому астрология может сказать, какой у человека будет характер, какие события произойдут в его судьбе и в какой период жизни. Астрологией в основном увлекаются взрослые дяди и тети. Но как она может быть полезна школьнику? Давайте здесь разберемся. Прежде всего, это какую профессию выбрать. Во вторую очередь, будут ли братья и сестры, если человек это интересует, и когда они будут. В третью очередь, когда будет первая любовь, первая влюбленность. Как планировать свою жизнь? То есть делать ли упор на карьеру, либо делать упор на творчество и такой свободный образ жизни, креативный. Может быть, это человек, который сразу после 18-летия создаст семью. То есть вот ответы на такие вопросы. Так, если это правда, звучит многообещающе. А может, при помощи звезд я еще могу узнать, вызовет ли меня учитель на уроке? Ты знаешь, действительно, астрология может ответить на такие мелкие вопросы. Вызовет ли на уроке учитель? Заболеет ли ребенок? Удастся ли нам поиграть в футбол в пятницу? И так далее. То есть да, действительно, астрология может ответить на этот вопрос. Если честно, я лично не особо верю во все эти астрологические предсказания. В этом плане больше поддерживаю мнение ученых. А вот тебе предлагают провести эксперимент. Найди для себя гороскоп на неделю и каждый раз, когда предсказание будет сбываться, ставь крестик в тетрадке. В конце недели не забудь поделиться с нами своим успехом. Ну что ж, друзья, если у вас остались еще вопросы, связанные с астрологией, мы вот прямо сейчас с ними и разберемся, потому что на студии уже появилась Ольга Осадченко. Оля увлекается астрологией. Оля, привет. Привет. Ну вот расскажи мне, пожалуйста, я все никак не могу понять, как планеты, которые вот там вот где-то далеко вверху находятся, могут на меня здесь вот на маленькую на Земле влиять? Еще как могут. Еще в древности обращали люди внимание на, и сейчас продолжают обращать внимание на Луну, на то, как она движется, притягивается, оттягивается, как поднимается вода. И все эти вещи, они действительно влияют элементарно, даже научно доказано по Луне. Ну и, естественно, дальние планеты, которых мы только знаем, но глубоко изучить, к сожалению, пока не можем, они также оказывают на нас влияние, но на данном этапе наука еще не до такой степени развита, чтобы сказать точно, что, допустим, тот же Плутон, который у нас пыталась убрать и сказать, что это не звезда, не планета, тем не менее оказывает на нас влияние. Но каким образом? То есть я понимаю, каким образом появляются приливы из Луны. С точки зрения физики мне это давно объяснили. Как на меня, на человека влияет затмение? Затмение вообще влияет на всех. Ключевое слово «затмение» подразумевает в себе уже суть названия «затмение». То есть человек попадает в некое такое затмение, как шорки на глазах. Ему сложно действительно быть. Почему повышается травмоопасность, почему повышается различная аварийность на дорогах? Потому что действительно человек находится в каком-то таком состоянии, как будто у него очки на глазах. Это очень такое неприятное время. И рекомендации астрологов, это даже можно просто проанализировать по событийности в новостной ленте, что действительно это всё есть. Как это происходит, сложно доказать, потому что, ещё раз говорю, мне кажется, наука сейчас ещё не на том находится этапе, чтобы чётко сказать, что вот такой существует алгоритм, и оно точно в этот день произойдёт. Но, тем не менее, астрологи всегда предупреждают и говорят, что в эти периоды старайтесь быть максимально аккуратными, аккуратнее, там, допустим, за рулём и прочее. А все ли люди подвержены влиянию астрологии? Или есть такие, которых ничего не проберёт? Есть люди, которые... Я бы, наверное, по-другому сказала. Есть люди, которые чувствуют, что есть это влияние на них, а есть, которые могут просто не обращать на это внимания. Но подвержены все. Абсолютно. Хорошо. Каким образом планеты могут повлиять на то, вызовут меня сегодня в школе или нет? Поставят мне плохую отметку или хорошую? Мне что, может быть, иногда учить не нужно, просто подстроиться под нужный день? К сожалению, да, Катя. Спешу огорчить, что действительно есть такой фактор, что если у тебя по гороскопу сегодня, к примеру, Марс транзитный делает нехороший, неблагоприятный аспект вам и к Солнцу, то действительно жди, ну, не то что беды, но как бы агрессию свой адрес. Потому что Марс, мы все знаем в мифологии, бог войны, это красная планета, агрессивная, и когда она транзитно делает негативные аспекты, всегда происходят некие стыковки у человека с социальным окружением. Поэтому тут как бы лучше знать это наперед и стараться аккуратненько либо отсидеться, либо заболеть и не прийти. Вот это ты нам советы даешь. Так, хорошо, нет, все-таки тогда вот я пойду от противного и пытаюсь спросить. Если я не выучила урок, но сегодня у меня Марс вот не там, где ты сказала, а в хорошей позиции, не знаю, как она называется, мне что, руку тянуть, и просто выходить и молчать, и красоваться перед доской, и все равно получу хорошую отметку? Это называется благоприятные транзиты, когда они проходят, человека даже не надо руку тянуть, его все равно вызовут. То есть будет стечение обстоятельств такой, и в тот момент, когда он только начнет открывать рот и говорить что-то, прозвенит звонок, и учитель будет в хорошем состоянии, в расположении духа, и он скажет, что действительно все хорошо, все здорово, тебе пять, или просто от хорошего настроения. Десять. Вот, значит, как оно работает. Ну что ж, значит, что с теорией мы разобрались, и самое время перейти к практике. Давайте посмотрим. Знакомьтесь, это наши подписчицы. Сегодня вместе с ними мы проведем астрологический эксперимент. Привет, меня зовут Диана, и я не верю в астрологию. Меня зовут Ивета, и я тоже не верю в астрологию. Наш астролог попытается их переубедить. Давайте разбираться, что нужно для составления астрологического прогноза. Чтобы сделать гороскоп, чтобы составить прогноз, нужно дату, время и город рождения человека. Время очень важное. У девочки есть преподавательские таланты. Таланты в языках. Она может стать хорошим программистом. У нее хороший технический склад ума. А, ну тогда про тебя. У девочки есть внутреннее понимание того, как ей нужно поступить. Очень сложно навязать ей какое-то свое мнение. Она может крепко выразиться. А крепко выразиться, это прям про меня. В обиду себя не даст, и может быть резкой в словах. У нее мужской характер. И в любви она будет склонна закрывать вопрос. То есть вышла замуж, и все. К этой теме мы больше не возвращаемся. Ну, я не знаю, у меня еще не было такого, что я бы сказала вопрос. Потому что, допустим, я могу припомнить это. Так вот, не знаю. Она, в принципе, будет довольно привлекательна для мужчин. У нее будет возможность вообще постоянно и вот как-то быть окруженной мужским вниманием. Скоро ухаживать еще нет. Да ладно, ты в пятом, да? В пятом. Ну, просто в пятом классе. Скоро у нее начинается период смены учебы. Я не хочу никуда не переходить. Чинается свой класс? Да. Ну, вообще похоже на тебя? Ну, да. Веришь? Теперь начинаю верить. Восходящий знак у нее водолей. Да, такое наша героиня услышать была не готова. 12 лет. Я сидела, так читаю в гороскопе. А, нет, в гороскопе нет телефона. Овен, да, что тут на Овну? Водолей. Я водолей, здравствуйте. И водолеи часто до 30 лет, они псовщики. Они любят клубы, друзей, всякие разные сборища. Они живут ради удовольствия? Нет, не знаю. Это не про меня. Я не люблю бегать, носиться, давайте. Я буду носиться. Я тут первый тусовщик. Нет, это не про меня. У нее есть медицинский талант. Та звезда, то созвездие, под которым она родилась, называется на санскрите «100 врачей». То есть она может быть врачом очень успешным. Ну нет, на самом деле врачом не хочу быть, очень долго учиться. С 25 января у Дианы начинается период планеты. А, да, 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 да. Который даст первое любовное разочарование. Единственное, в чем я могу разочароваться, это во вкусе чипсов. А так... В финале мы попросили девочек поделиться впечатлениями. Разочаровало меня то, что я поменяю школу, потому что у меня в этой школе есть хорошие друзья, с которыми мне бы не очень интересно. Так, а может, ты с друзьями поменяешь школу? Ну, благодаря этому врачу я как-то стала верить у него, если честно. Так, мое самое главное разочарование тут в том, что я водолей. Я не водолей, я овен. Я вот чистокровный овень, 10 апреля родилась. Ну, мне кажется, что по телевизору это как-то все неправда, потому что, ну, когда тебе нанимают, ты даешь хотя бы все свои данные, и уже как-то начинают по этому формулировать, и дают более хотя бы точный какой-то ответ. Вот так вот, друзья, бывает, живешь всю жизнь овном, а потом оказываешься, например, водолеем. Как такое могло произойти вообще, Оля? Как у меня, я тоже стрелец по знаку зодиака, оказалась скорпионом. Почему так происходит? Это бывает от расположения, опять же, той же Луны. Если в момент рождения мы смотрим по точному времени в натальной карте, где была расположена Луна, а у нее скорость очень быстрая, то мы можем видеть, что она в момент рождения, когда Солнце было в стрельце, вы родились стрельцом, она находилась в скорпионе, либо в тельце, либо в близнеце. И для нас, для женщин особенно, лунное начало, оно очень такое важное. То есть, если ты не знаешь своего точного времени рождения, ты не узнаешь свой точный знак зодиака? Да. А я вот еще читала, что знаков зодиака не 12, а 13, верно? Змеи носит 13 знак зодиака. Что за он? Почему мы его не используем? Ну, потому что тут большие длительные споры насчет него, существует ли он на самом деле, там еще и кит и прочее. Но он, да, действительно есть, это большой совсем промежуток, 22-23, там буквально несколько дней между скорпионом и стрельцом. То есть, если бы где-то в конце ноября. Кто говорит ноябрь-декабрь, кто говорит совсем маленький. Мне вообще кажется, что это такой период очень короткий, даже если смотреть по звездному небу, это 22-23 число, буквально два дня. Это действительно врачевание. Вот Татьяна, астролог, моя коллега, действительно сказала очень такие важные вещи, что врачами, ну, не то, что сказала, хочется добавить. Врачами не становятся ими рождаются, может быть, способствуют этому звезды. И вот как раз-таки змеи носы, это прекрасные такие врачи. Они умеют действительно находиться между гранью, ну, можно сказать, ну, просто вот это такое есть. Действительно, можно даже почитать. Ну, тем, кто родился летом, нечего думать о змеи носах. Оля, а можешь ли ты предсказать нам, кто станет победителем нашего сегодняшнего интерактива? Нет, потому что, да, астрология — это не гадание, это точная наука на самом деле, и она подразумевает под собой, что человек должен провести расчеты. Так как это прямой эфир, к сожалению, расчетов я не подготовила, но это такой момент тонкий. Это действительно нужно время и данные участников. Времени нужно не так много. Оля, спасибо большое за то, что пришла к нам сегодня, ответила на вопросы. Действительно, времени осталось не так много для того, чтобы узнать победителя нашего сегодняшнего интерактива. Сразу после рекламы мы его имя и объявим. Оставайся с нами. Ну что же, к нам вернулись члены нашего жюри, они уже готовы огласить имя победителя. Но вот я сейчас даже не могу представить, сколько людей сейчас прильнуло к экранам, к своим, чтобы все-таки узнать, кто тот счастливчик, который получит смартфон от сети салонов на связи. Друзья, расскажите, ну как шла борьба, как шло обсуждение? Нужно ли было отстаивать свою позицию? Первые два места мы выбрали абсолютно единогласно. Мы просто... Да. Этот? Да, этот. А вот над третьим мы поспорили немного. Надо было решить все. Сейчас Лера немножечко приоткрыла наши карты. Тем не менее, меня все-таки интересует первый человек. То есть единогласно. У вас даже не было никаких сомнений. Никто не выступал против. Нет? Нет. Как такое может быть? Вот я не знаю, вот я не могла определить того одного единственного счастливчика. Ну вот посмотрите на ребят еще разочек. Девять наших финалистов, кого бы выбрала я одного, вот так я сразу сказать и не могу. А вы смогли? Да. Ну что ж, мы готовы его объявить. Подождите, давайте барабанную дробь, что-нибудь такое вот в эфир поставьте мне, пожалуйста. Вот он, этот прекрасный смартфон. Кто у вас, кстати, капитан команды? Кто будет объявлять? Лера. Лера, ну я так и поняла. Хорошо. Лера, значит, у тебя важная миссия. Сейчас важным, серьезным, торжественным голосом ты объявляешь победителя и обладателя вот этого крутого смартфона. Итак, после долгих совещаний жюри вынесло вердикт. Этот замечательный смартфон от сети на связи получает Катя Тихон из Старых Дорог. Катя, я ищу Катю вот так, чтобы... Это прямое включение. Новости. Да, телемост, назовем это так. Катюша, я тебя поздравляю. Тут крутой смартфон. Я уверена, что с ним ты сможешь снимать более современные, более интересные репортажи для нашего проекта. Но Лера нам уже сказала, что выбрали и второе, и третье место, которое тоже мы решили поощрить. Потому что это сложная работа. Снять такой вот видеорепортаж, отправить к нам. И второе, третье место получит от нас тоже ценные подарки. Это наушники и сладкий приз от нашего проекта. Итак, кто же это? Обладатель этих новых замечательных наушников становится Владимир Будник из Минска. Так, давайте-ка найдем. Я ищу... Пчелы. Пчелы. Хорошо, это хорошая подсказка. И третье место. Сладкий приз получает Глеб Резник из Барановичей. Глеб Резник – это наш самый первый репортаж, который мы сегодня смотрели. Тоже получает от нас приз наушники и сладкий приз получает Глеб от нас. Ну что ж, мы поздравляем наших сегодняшних участников. Сложно ли было принимать такое решение, важное для других? Конечно, очень волнительно. Все же телефон – это не... Это не игрушка. Да, это не обо что. Но все же работы хорошие. Можно выбрать еще. Есть у чего выбрать. Вы справились замечательно с этой работой. Я очень надеюсь на то, что этот приз порадует своего обладателя. Спасибо большое нашим членам жюри и нашим участникам этого розыгрыша. У нас много всегда крутых и классных подарков. Оставайтесь с нами. Пока.